ребятки всем привет добро пожаловать на канал дневник водителя и сразу хочу сказать добро пожаловать на новый формат канала в чем новый я надеюсь вы уже заметили я уже буду вести канал я так думаю что на русском языке почему да потому что у нас скажем так аудитории русскоговорящей по крайней мере у меня на канале 80 процентов так как показывает статистика поэтому с этого момента снова года это первое видео будем начинать вести канал на русском языке чтобы как можно большей аудитории было понятней и само собой что нужно развиваться не стоять на месте в новом году это первое моё видео прошлое видео что я вылаживал она была с острова корсики это было с архива но в этом году вот от это видео будет новое во всех смыслах и плане того что изменил язык скажем так доведение канала и второе это будет работа но о ней поговорим немножко дальше а сейчас давайте я в двух словах обрисую что и к чему в общем на долго я конечно не снимала видео хотелось немножко отдохнуть перед новым годом у меня было ровно вот как я веду свой канал и я в принципе никогда не сочковал так сказать я решил взять себе такой мини отпуск на месяц но дальнейшем то есть я уже отдохнул много было дел много что было нужно было порешать и с работой нужно было решить вопросы об этом я расскажу сейчас немножко дальше ну в общем я отдохнувший в новом году с новыми силами можно уже начинать работать я кстати уже нашел новую фирму ну так как я уже и сказал немножко дальше давайте теперь хочу сказать двух словах про границы так как это нашумевшая такая тема да как пройти границу какие документы нужны и так я приехал своей машиной вот сейчас на машине закреплен ну закреплена камера значит первое что на ребята нужно чтобы вы знали потому что сейчас поляки очень сильно взяли за автомобили за контроль я уже 44 дня скажем так на учебе то есть у меня новая работа сейчас выехал в лес немножко проверить и заодно записать вам видео в общем если вы едете своей машиной не должно быть там каких-то линз фарах не должно быть тонировки и свет и указатели поворота все то есть все по машине по электрике все должно работать не не должно быть никаких там не ну не знаю течь какая-то двигателя то есть это это все запрещено то есть вас просто развернут назад так как это уже и было потому что передо мной стояли машины и где-то с десяти машин 4 уехала обратно в украину поэтому обращайте на это внимание в плане документов я уже говорил что я делал прививку от эту да от ковида и у меня есть сертификат не катит нужно что проверяют само собой паспорт виза приглашение документы на машину техпаспорт green карта потом вашей ковидный сертификат и перед тем как будете выезжать за границу нужно сделать тест на ковид если у вас есть сертификат ребят он не катит нужно делать чтобы он был действительно то есть он действительно 24 часа я ехал через ягоды где-то дней 5 наверно назад и ну меня занял занял это по времени где-то чтобы пересекти границу ну порядка где-то десяти часов на украинской стороне очень быстро отпускают очень долго на польской стороне даже вплоть до того когда я уже прошел контроль проверили машину полностью меня загнали на яму нет ли у меня этого пшемейта ну как на польском да то есть не везу я лишь и какие-то запрещенные вещества там то что не разрешено там сигареты алкоголь там наркотики и тому подобное там не соли с собаками обыскивали автомобили поэтому относитесь к этому очень серьезным двух словах я принципе думаю понятно теперь давайте перейдем уже непосредственно к моей работе что я придумал и почему ну и так и все понял что я работал на бляшки почему я оттуда ушел наверно потому что не нужно хочется уже жить если и работать уж в таких условиях дай жить то хочется немножко чтобы было время на сонное было время на себя то есть покупаться там постирать вещи и ну и все такое на этой фирме принципе в общих чертах все отлично но нужно ездить ну я не хочу скажем так уже так ездить уже нет у меня той пылкости которая была хочется и зарабатывать и чувствовать себя как человек по зарплате много кто у меня спрашивал что там по зарплате на той фирме ребят на той фирме на старт шеф дает 220 но основном франция и ну я через некоторое время я сказал что я ухожу с фирмы это еще до нового года за месяц и шеф предложил мне большую зарплату то есть я получал 250 злотых то есть ну в принципе это уже не секрет если кто-то пойдет на эту фирму работать просто сами договаривайте за вас этого делать никто не будет я получал 250 злотых и мне как-то знаете в комментариях под прошлыми ну да давно писали типа а ты когда на новую фирму собирается через два дня через три ну типа в том смысле что я меняю фирмы да вот кстати для таких людей я и хочу сказать ребят я за год поднялся в зарплате там порядка где-то 70 злотых за они за 5-6 лет до поэтому то есть я иду туда где мне лучше сейчас работаю очень много кто вам запрещает ну кто в этом виновен что вы работаете там за какие сущие копейки вообще если вы работаете там за 180 злотых мы работаете ребята я я могу хоть каждый месяц менять фирмы но я могу потому что я хочу расти выше ну с этим моментом я думаю понятно нашел я себе фирму вот уже четыре дня я прохожу обучение то есть все серьезно полностью шеф затрудняет на польском да в общем устраивает к себе я делаем страховку один как должно быть для того чтобы сделать страховку у меня должен был должен быть мельдуны польский да то есть приписка шеф меня приписал у себя хотя буквально там с ним пару дней да вот как знаком он приписал у себя дома мы сейчас выготавливаем страховку один и в понедельник сегодня у нас что у нас сегодня 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 воскресенье не помню какое число здесь где-то отставлю в этот день же вы принципе это видео и увидите вы в итоге понедельник я завтра уже выезжаю работа это ребят заключается по перевозке там фармацептики работа бусом по европе так само только на холодильнике на моем канале новая эра почему я выбрал бус холодильник потому что я знаю что много людей сейчас просто будет писать а так там ушел с одного места здесь холодильники тоже там по 20 по 30 тысяч ездят ребят да холодильники тоже не стоят на месте чем отличается шеф не делает страховку этот если я у него останусь я не знаю как она дальше будет на данный момент все нормально идет он делает не страховку он делал ну а один да он приписал меня он подать если все хорошо меня на карту побыта то есть все 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 документы в принципе у меня раз в году будет 26 дней оплачиваем отпуска оплачиваемого елки-палки не могу выговорить это с 26 дней будет я буду в украине а мне за это будет капать денежки такого я еще на бусах нигде не видел просто поэтому пока местах до ездить тоже нужно но для меня это новая так сказать страничка плюс для моего канала так как и ездим там и греция и турция будет фирма мы будем везде ездить а для моего канала для развития это очень полезно я не буду ездить только франции а ну либо же только германия да и и все мне нужно что-то снимать мне нужно и работать зарабатывать деньги и развиваться в ю тубе да поэтому как то так вот и надеюсь на ваше понимание на вашу поддержку так что не забываем накидать лайкосиков и пишем свои комментарии что вам интересно по поводу зарплаты у меня здесь по поводу зарплаты пока пока скроем этот момент так сказать дальше если все будет хорошо дальше я вам уже все расскажу потому что загадывать не хочется пока все нормально предварительно все классно закупы я уже сделал вся машина забитая вещами продуктами некоторые вещи я уже в бус перегрузил бус рено мастер там пробега около там 400 или 500 тысяч короче по около полу ляма машин машина в отличном состоянии внутри я уже потом вам покажу когда уже выйду буду показывать что там внутри как twin cup холодильник на 7 палет ну в принципе неплохо также в машине уж есть две вебасты одна идет на грузовое отделение да потому что медикаменты там будем возить что-то такое ну то есть чтобы там если будет температура плюсовая там плюс 10 плюс 20 то есть вебаста будет на на грузовой отсеке плюс моя вебаста плюс два аккумулятора плюс всякие сигнализации на открытие на закрытие короче здесь сколько всего нового и просто трэш я вот это четвертый день но сегодня я отдыхаю завтра еще все закрепим по поводу работы с самим холодильником если кто-то скажет что все элементарно просто ребят ну это что-то другое и совсем другая ответственность первый день я приехал к шефу мы обговорили он не рассказал основные нюансы работы второй день я ездил экспедицию проходил с ними там так сказать шкаление то есть ну по поводу загрузок выгрузок как все должно быть перед загрузкой когда уже нужно холодильник включать или там температура чтобы нагонять в общем все эти нюансы я уже вам расскажу дальше в суть том что первый день шефом второй день с экспедиции третий день уже у шефа был мы целый день не скажем так разбирали как подключать и кабелями там если я буду на пароме как подключаться на автохофах если я буду а я буду поэтому то есть в общем все эти такие мелкие нюансы как все работает завтра конечно мы все закрепим ну и принципе все так что ребят и завтрашнего дня начинаем записывать контент я уверен что будет много чего интересного так как здесь уже обширность стран намного больше да то есть фирма покрывать намного больше стран нежели предыдущая фирма так как у меня там было много франции да я тоже немного катался там финляндия швеция ну этого недостаточно то есть для контента чтобы что-то показывать что-то снимать а здесь вот сейчас на это реально что-то новенькое для моего канала вот поэтому я выбрал холодильник так как он дает возможность развиваться и параллельно зарабатывать деньги получать какой-то опыт для себя ну в общем чертах ребят у меня все в принципе предварительно что что я хотел сказать я сказал так что уважаемые хейтеры кому не нравилось то что я делаю но все равно смотрит меня год дождались теперь будем на русском языке не знаю стараюсь для всех так сказать в общем ребятки что будешь сейчас ехать монтировать данное видео на выложу чтобы вы его посмотрели на этом мы будем заканчивать и попрошу вас подписаться на канал если не подписаны потому что 30 процентов всего лишь подписывается на канал когда смотрит мои видео ребят это очень мало давайте будем развиваться тем более вчера стукнуло нас 5000 на канале 5000 это вообще для меня как из какое достижение я не ожидал если честно зала что так получится набрать обороты конечно за все спасибо вам также кого нет и в телеграме телеграм ну ссылочка на телеграм чат будет в описании нас уже там около 500 человек если нужна какая-то помощь совет заходите туда всегда рады я надеюсь там вам ребята помогут подскажут кто чем может так сказать и также не забываем подписываться на мои соц сети если вам что-то интересно задать какой-то вопрос не стесняемся задаем пишем личку я всегда стараюсь отвечать да иногда не сразу так как вот именно сейчас да потому что много всего навалилось много чего нужно переварить обдумать короче и но все равно я отвечаю на все вопросы так что велкам и спасибо вам за просмотр до встречи на дорогах европы